ТОМИЛА Имя Томила славянского происхождения. По мнению этимологов произошло от старорусского глагола, что звучал как «томити» и трактовался как «томить», «мучить» или даже «терзать». Само же имя Томила буквально трактуется как «томная» или «мучительница». Женское имя Томила сегодня встречается довольно редко и считается одним из редчайших современных имен. Имеет значение, обладающее сильной и влиятельной энергетикой. Может оказать непосредственное воздействие на строение личности ребенка и его характер. И имеет неплохую совместимость со многими мужскими именами. Сегодня имя Томила не входит даже в сотню популярнейших женских имен. Относится к категории наиболее редких, устаревших и позабытых. Значение и энергетика имени Томила Принято считать, что имя Томила имеет сильную энергетику, способную воздействовать напрямую на личность и характер девочки, названные таким образом. По мнению большинства специалистов, оно может наделить носительницу такими чертами характера, как импульсивность, восприимчивость, эмоциональность, активность, энергичность, коммуникабельность, приветливость, добродушие, добропорядочность, жизнерадостность, оптимистичность, верность и надежность. Хотя все вышеназванное проявляется не сразу, а по ходу взросления. И с переходом на каждый новый жизненный этап будет добавляться что-то новое. Самое главное достоинство всех носительниц этого имени заключается в том, что это всегда очень эмоциональные и энергичные девушки, никогда не сидящие на месте и старающиеся приносить окружению как можно больше пользы. Тамила плохо относится к людям скучным и нудным, одиночкам и скрытным личностям. А еще носительницы этого женского имени ненавидят мужчин, которые ведут себя слишком самоуверенно и нагло. Астрологическая символика имени Тамила Камин-талисман, янтарь и сердолик. Планета-покровитель – Венера. Покровительствующая стихия – воздух. Животный символ – рысь. Растительный символ – береза. Лучший зодиак – весы. Число Тамилы – 5. Счастливый день – среда. Идеальный сезон – осень. Тамила в детстве Тамиле ребенку значением имени даруются такие черты, как эмоциональность, ревнивость, активность, непоседливость, подвижность, любознательность, восприимчивость и надменность. Этот ребенок все время в движении, не может сидеть на месте, вечно чем-то занят и придумывает дела там, где их фактически нет. Обожает, когда на нее обращают внимание, не может жить без этого. Жаждет, чтобы каждое ее действие оценивали. Обожает быть окруженной вниманием, восхищением и комплиментами. И что самое плохое – эта черта останется с ней на всю жизнь. Даже будучи взрослой дамой, она будет всячески зазывать к вниманию, вести себя вызывающе и делать все в целях становления популярной в обществе. Эмоционально, резко реагирует на все происходящее вокруг. В ответ на веселье, веселится так, что от нее голова кругом. Она критику, реагирует слезами и грубостью. Не любит, когда ее игнорируют. От матери требует такого внимания, которого она дать не может. Да и отца в покое не оставит. С детками дружит, но часто ссорится. Но зато с ранних лет в ней имеется доброта и справедливость. И более того, не терпит обратного. И всегда готова выйти на защиту слабых и обиженных. Томила подросток Конфликтность, принципиальность, эгоистичность, непрактичность, скрытность, недоверчивость, дружелюбие, грубость, напористость и настырность. Все это проявится в школьные годы. И благодаря не только значимости имени, но и под влиянием астрологической символики, знака зодиака и года по китайскому гороскопу. Довольно часто Томила будет конфликтовать со сверстниками, чем и начнет отталкивать всех без исключения. Но за помощью в чем-либо все бегут именно к ней, ибо знает, что она не откажет и готова выслушать человека и помочь ему советом. В учебе все непросто. Она способная и талантливая ученица, но ленивая и не всегда может сконцентрироваться на нужном деле. А еще ее нужно заинтересовать и завлечь, ибо неинтересующий ее предмет не будет изучаться так, как этого требуют учителя. И важно, чтобы преподаватель проявлял интерес к ее персоне. Будучи игнорированной, она наплюет на урок и будет его игнорировать в ответ. В браке Томила – невероятно красивая и эффектная дама, с изысканным шармом, не знающая отбоя от кавалеров. Однако вместе с этим она склонна к критике и несколько эгоистичная женщина, привыкшая прежде всего видеть в своих поклонниках недостоинства, а их недостатки. Далеко не каждый мужчина всерьез решится попробовать завоевать эту колючую девушку. Однако в глубине души Томила мечтательная и романтичная девушка, верящая в сказки и мечтающая об истинной любви. Она обратит внимание только на мужчину с изысканными манерами и удивительным умением красиво ухаживать. Для мужчины, сумевшего принять ее сложный характер, Томила может стать надежной опорой, женой, которая всегда поддержит и поможет. Ее супруг должен быть умным и обеспеченным мужчиной. Несмотря на свои ярко выраженные качества лидера, в семейных отношениях Томила предпочитает равноправие. Когда супруги принимают решения обоюдно, они давят друг на друга. А самое главное, она будет искренне уважать и ценить своего любимого мужа и никогда не изменит ему. Для нее очень важно, чтобы в отношениях с супругом царили доверие и понимание. Для этого она ежедневно очень много работает над своими эмоциями и характером. Томила очень внимательная супруга и просто восхитительная хозяйка. Она с удивительной легкостью создает в своем семейном гнездышке такую комфортную и уютную атмосферу, что каждый член семьи будет чувствовать себя как в раю. Томила обожает готовить и радушно принимать гостей. Ее успехи в кулинарии невероятны, а в доме всегда чистота и идеальный порядок. Томила как мать Томила – это удивительная женщина, которую сильно меняет счастливое замужество. Появление ребенка в семье только еще больше помогает раскрыться ее удивительному характеру. Это позволяет предположить, что, скорее всего, она станет очень хорошей матерью. В отношении своих деток она может забыть о строгости и требовательности, позволив им творить почти все, что угодно. Из-за этого они могут вырасти слишком разбалованными детьми. Ее безграничная любовь не должна позволять детям вить из нее веревки, поэтому ей стоит на корню изменить свое поведение в отношении детей и стать несколько строже и требовательнее. Томила предпочитает самостоятельно воспитывать своих крошек и уделяет этому много времени. Она поддерживает такое понятие, как обучение через игру, может и костюм доктора одеть, и роль парикмахера примерить. Дети растут любознательными и сообразительными. Они очень привязаны к матери и всегда будут ее уважать. Совместимость Самая лучшая совместимость будет в паре с мужчинами, именующимися такими вариациями, как Ренат, Максим, Глеб, Иосиф, Андрей, Александр, Дмитрий и Родион. В такой паре будет царствовать взаимопонимание, любовь, страсть и преданность. А сами отношения окажутся прочными и долговечными. То же самое ждет женщину Томилу и в союзе с Авангардом, Арсением, Захаром, Прохором, Панфилом, Ростиславом и Русланом. Но в любой момент в паре может возникнуть непреодолимое чувство ревности и недоверия, так уж предрасположено характерами. Это может привести к непредсказуемому и быстрому расставанию. С Ибрагимом, Романом, Петром, Карпом, Казимиром, Станиславом и Антоном Томиле лучше не строить отношений, ибо тут полная несовместимость натур. Скандалы, ссоры, необъяснимая ревность и разногласия – это неполный список того, с чем столкнется пара. Субтитры создавал DimaTorzok